Сегодня в России финальный день голосования по поправкам в Конституцию. По решению президента Владимира Путина он объявлен выходным. Свои голоса граждане страны отдавали на избирательных участков с 8.00 до 20.00 местного времени. И как сообщили в избиркоме, Крачево-Черкесии по состоянию на 18 часов проголосовали 245 511 избирателей республики, что составляет более 83%. О том, как сегодня проходило голосование в одном из самых отдаленных уголков республики в поселке Медногорске у Рубского района, расскажет Али Баташев. На входе в 197-й избирательный участок каждому участнику голосования меряют температуру, выдают маску, перчатки и авторучку. Паспорт в руки не передается. Важно соблюдать социальную дистанцию на протяжении всего голосования. Исключений с правил нет. После необходимых процедур жительница поселка Медногорске Екатерина Таланова уверенно ставит галочку в выбранной графе и опускает бюллетень в прозрачную урну в присутствии наблюдателей и других лиц. Поправки определяют будущее страны. Это главная причина ее прихода на избирательный участок. У меня внучка растет. 10 лет внучке. Я хочу, чтобы она жила нормально. Хорошо, чтобы жила. Вот она учится, отличница. У меня молодец, хорошая девочка. Ну, конечно, они слушаются и получают по заслугам. Но все равно я ее люблю. Я хочу, чтобы и дочка, и зять, чтобы все они и деньги получали хорошие. Дочка тоже больная. Ну, что сделаешь? Никуда не денешься. Такая жизнь. И хочу, чтобы было все хорошо и отлично. Поэтому я пришла сюда. На входе мы дезинфицируем руки, одеваем перчатки, одеваем маски, одеваем халаты. 25 июня. Находимся мы здесь каждый день. Никаких нарушений не было. Все меры предосторожности приняты. Жалоб со стороны голосующих тоже не было. Благодаря тому, что голосование проходило в течение 7 дней, на участке удалось избежать очередей и обеспечить каждому гражданину комфортные условия для реализации своего права голоса, отмечают наблюдатели. Али Баташев, Рашид Токов. Вести Карачаева, Черкесия. Урупский район.